Я инструктор лавровки и сегодня мы научимся параллельно слайдам. Начнем с упражнения, которые, в принципе, понадобятся для любых слайдов. Садимся ниже, переносим вес на левую ногу, а правую ногу выпихиваем пяткой в бок. Раз. Теперь переносим вес на эту правую ногу, а эту левую подтягиваем. Самое главное — эту ногу подтягивать. Не поднимать и переносить, а подтягивать. Очень классное упражнение, чтобы понимать вообще, что такое слайд. Согнули, вес здесь. Вы сразу закачиваете мышцы, потому что не слабые у всех, ноги не держатся так, если долго стоять. То есть на одной ноге вес долго так не поддерживаешь. Вот так. Поэтому сразу все прокачивается, отличное упражнение. Второе упражнение — это подводящее упражнение непосредственно для параллела. Здесь мы должны перебежка как максимально разогнаться, а дальше резко повернуть в центр круга. Я сейчас покажу, как это делается. Перебежка, поворот, слайд. И так повторяем в одной и в другую сторону. Я расскажу секрет. Во время поворота толкаете пятки. Когда вы уже стабильно едете в повороте, ноги поставили и стабильно поворачиваете. Ноги у вас не движутся уже, не делают перебежку. Вы этот момент прочувствовали и просто выталкиваете пятки. При этом старайтесь ноги еще больше наклонить. Сейчас Алексей расскажет. Из-за центробежной силы, если вы легенько будете выпихивать пятки, то вы начнете скользить. Это дает базовое понимание слайда, потому что многие не могут даже в него зайти. А это именно дает то, что нужно. Если вам проще делать перебежку влево, значит на параллели нужно поворачивать влево. Если вправо, соответственно вправо. И теперь так. На параллели, когда едем, я сейчас буду делать слайд влево. То есть буду поворачиваться влево. Правую ногу выставляю немного вперед, левую немного сзади. Корпус уже я должен развернуть при подъезде. Я приседаю. И в момент, когда я стою на ногах, я должен выпихивать еще пятки вперед. И при этом наклонять корпус назад. Да. Назад в левый бок. Получится из-за того, что я выпихиваю ноги вперед, у меня тело остается вместе, оно получится немного наклонено. Будет вот так. По диагонали еще больше. Да. Будет я еду в приседе. Корпус главное развернуть. Это очень важно. И выпихиваю пятки. Главное сделать разгрузку. Это именно маленькое вот это движение, когда вы встаете. При встаете. При этом лучше присаживаться гораздо ниже, чем вы это обычно делаете. Потому что обычно все чувствуют, что я присел. Но нет, вы не присели, у вас ноги почти прямые. Самое главное это приседать в ногах, а не наклонять корпус. Многие делают ошибку и просто наклоняют корпус из-за того, что они как бы видят, что они как бы ниже, они думают, что они присели. Самое главное это делать именно присед. И во время слайда тоже нельзя наклонять корпус вперед. Да. Вы просто наклоняете в сторону противоположную слайду, но не вперед, не заваливайте его сюда. Сейчас, кстати, давай покажем еще позицию. Сейчас я покажу примерную позицию, как должны быть ноги ликтированы во время слайда. Значит, самое важное. Вот эта нога, которая вот передняя у меня будет во время слайда, она должна быть впереди корпуса. Вот эта вторая нога, которая уже у меня внутренняя, она должна быть над корпусом. Корпус сам немного должен быть в бок. Получается, и вот эта нога, она почти прямая, а эта нога более сонная. В этом весь секрет. Да. Вы так контролируете слайд. Да. Самое главное еще, ноги немного широко. Если они будут слишком узко, тогда ваш вес будет на внутренней ноге, и вы выскользнете, и будет что-то похожее. Лучше средние. Да. Нужно тоже... Средние при этом балансировать во время слайда, то есть вы можете ширину менять. Как мы видим, Алексей выстрелил ноги, просто выстрелил пятки. За счет этого и получился слайд. Мягкий заход не помогает, лучше выстреливать. Да. Нужно резко кинуть пятки вперед, и тогда будет слайд. Но перед этим, конечно же, вы должны стереть пленку на колесах, потому что глянец не сопутствует скольжению.